Добрый день! Сегодня мы с вами свяжем вот такой вот цветочек. Нам потребуется пряжа и спицы для лепестков. Для выполнения серединки мы будем работать крючком и фактурной нитью. Набираем петли. Выполняем скользящую петлю и шнурковым набором я набираю 17 петель для нашего лепесточка. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, петли мы набрали. Обратите внимание петли старайтесь набирать не затягивая их на спицы, потому что мы сразу же их будем закрывать, чтобы нам было удобней. Теперь мы закрываем таким образом, сначала мы провязываем три вместе, затем по две как обычно до конца ряда, опять таки не затягивая, чтобы наш лепесточек был ровненький. первых мы закрыли три, дальше по две, до тех пор пока не останется одна петля на спице. И последний раз. Осталась одна петля, одеваем ее на левую спицу и снова набираем 17 петель. Повторюсь, петли набирать нужно свободно, чтобы легче потом их было закрыть. Так, это у нас семь, еще десять, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, и последняя. Одеваем ее на спицу и снова закрываем первых три вместе, дальше по две до конца ряда. Мы с вами сейчас выполняем второй лепесток. Всего таких лепесточков нам нужно будет связать семь штук. Продолжаем работу. вот мы набрали с вами уже последний лепесток, закрываем его также сначала три, потом по две и до конца ряда. Стараемся вязать не затягивая, чтобы не деформировать наше полотно. в каждом из лепесточков первых три петли мы закрывали вместе, дальше по две. вот мы заканчиваем работу. Обрезаем ниточку, оставляя длинный хвостик для сборки. вытягиваем ее и одеваем в углу. Мы выполнили с вами семь лепесточков. Приступаем к сборке. Теперь мы собираем наш цветочек, одели нить в углу. И лепестки мы будем собирать, складывая их вдвое вот таким образом, изнанкой наверх. Соединяю начало и конец лепесточка и фиксирую иголочкой. И так каждый лепесточек сложили и прошли иголочкой. При этом мы идем справа налево. Фиксируем. Теперь третий. Складываем вдвое. И снова фиксируем. И так до конца ряда. Вот мы с вами фиксируем последний лепесточек. И теперь мы должны соединить полотно в круг. Для этого соединяем первый и последний лепесточек иголочкой. Получились вот такие наши лепестки. Теперь мы должны с вами выполнить еще серединку. Для этого нам потребуется крючок и фактурная нить. Выполняем нашу серединку таким образом. Мы взяли фактурную ниточку такого цвета и крючок. По лицевой стороне мы крючком поддеваем две петли, которые ближе к центру. И из них вытягиваем петлю фактурной нити. Делаем одну воздушную. Снова берем две петелочки соседние. Из них протягиваем нить фактурную. Делаем воздушную. Снова две ниточки, которые ближе к центру. Протягиваем. И делаем воздушную. Делаем воздушную. У нас фактурная нить с большой ворсой немножко мешает нам. Потом все расправим руками. И снова две. Вытянули ниточку. И сделали воздушную. Так пока полностью не пройдем по кругу. Уберем ее наизнанку. Вот получился такой цветочек. Вот мы с вами закончили работу над нашим цветочком. Вязали мы его из пряжи, которая немножко толще заготовленного образца. Поэтому цветочек получился больше. Серединки мы сделали одинаковыми. Вы можете сделать серединку на свое усмотрение. Я желаю вам творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok